Здравия, друзья! С вами я, Шевченко Александр, и это очередное видео по улучшению качества жизни от Академии Счастья. Сегодня продолжаем тему и говорим о связи с источником. То есть эту связь на Руси называют совесть, то есть связь с источником, по сути, сведанием, можно так сказать, сознанием. Потому что что такое источник в данном случае? Это скорее состояние такое, которое всезнающее, все поглощающее, с огромной любовью. То есть так его мы обычно и описываем. То есть мы можем сказать, видим, что мы Бога, как абсолютную любовь. То есть это и есть состояние абсолютного знания. И вот у каждого человека есть возможность быть в связи с этим. То есть имеется в виду, что есть коннект, есть такой вот канал, когда ты получаешь вот эти вот понимания, зрения, как правильно двигаться, куда дальше идти. Но этот канал, который, вот я сказал, называется совесть, он открыт тогда, когда мы, ну скажем, не врем, не обманываем, то есть предельно честны. И вот когда я вчера во время сессии как раз общался, то есть подключался к этому состоянию, общался с создателем, то он и донес мне эту идею, что очень важно быть, ну скажем так, честным, да, то есть правдивым, можно сказать. И когда в этом состоянии находишься, то как раз вот этот канал совести и открыт. И тогда происходит настоящее исцеление. Об этом можно узнать, ну в разных, скажем так, течениях, технологиях новой эры. Одно из них это исцеление, когда мы как раз при связи с создателем производим исцеление себя, других людей. То же самое можно увидеть и в процессинге, когда человек, например, выходит в состояние тоже радости, счастья, в состояние озарения, и в этот момент у него происходит исцеление. То есть как каких-то психосоматических заболеваний, так и негативных эмоций. То есть за счет чего? За счет того, что человек больше, ну скажем так, ведает. То есть у него открывается вот этот канал все больше и больше. И, конечно же, важно исключить из своей жизни ложь, негативные эмоции, убрать те вещества, которые негативно влияют на жизнь. То есть я имею в виду неправильное питание, алкоголь, там, табакокурение, наркотические вещества и многое-многое другое. То есть в том числе и азартные игры, и сексуальные какие-то, ну скажем так, когда секс становится настолько фиксированным, что больше ничего в жизни не надо. То есть из жизни важно убрать все, что уводит в сторону от этого канала совести. И когда живешь по совести, то ты совершенно по-другому чувствуешь и себя, и других. То есть тебе хочется творить добро. Не потому что это надо, не потому что там где-то прочитал, а потому что реально это, ну, самое лучшее, что ты можешь сделать. То есть этого действительно хочется. Поэтому я вам, друзья, предлагаю жить по совести. Для этого я и создал проект Академии Счастья, для того чтобы каждый человек мог очистить свой разум, свое сознание и жить вот в таком счастливом, радостном состоянии. Поэтому буду рад вашим комментариям. И, конечно же, пишите мне. Я предлагаю пообщаться. У меня есть возможность получить бесплатную консультацию, где я расскажу подробнее о том, как жить по совести, как жить в гармонии с создателем и в гармонии с собой. И потом мы уже найдем оптимальный путь решения проблем и улучшения состояний. Подписывайтесь на мой канал, ставьте «нравится» и колокольчик для напоминания новых видео. Буду рад, если вы поделитесь этим видео со своими друзьями. Все мои контакты будут указаны в комментариях, точнее, в описании этого видео. И там вы можете со мной связаться и написать свое сообщение. Быстрее всего я отвечаю в вайбере. Вам счастья, гармонии и до скорой встречи.